Ближайший значительный праздник в жизни Христианской Церкви в январские дни Это день памяти мученицы Татьяны Она была знатной римлянкой из семьи сановника, известного в кругах, приближенных к императору И пострадала за Христа в начале III века Но удивительно то, что русское православие вобрало в себя весь опыт жизни Вселенской Церкви Мы действительно приняли этих святых и молимся им И часто осознаем их имена, римские, греческие, еврейские, как абсолютно русские И имя мученицы Татьяны относится к числу как раз тех святых, которые знает каждый русский человек Потому что очень многие женщины на Руси восприяли не только это имя Но и самое главное подвиг христианской жизни Вот почему эта память святой так близка нам Вот почему мы воспоминаем по всей Руси Ее подвиг жизни, страданий, веры Который для многих наших женщин, носящих имя святой мученицы Татьяны Является образцом, примером и вдохновляющим образом жизни Действительно Татьяна русская душой Жизнь мученицы Татьяны такова В самом кратком изложении Она, будучи знатной римлянкой, уверовала во Христа Потому что ее родители были тайными христианами Вот когда Антуанин Галиабал был убит своими подданными Он царствовал в самом начале третьего века в Риме На престол зашел его преемник по власти Александр Мать нового императора была христианкой На окружении этого человека представляли язычники И он, увлекаясь страстями, забыл заветы материнской любви И стал преследователем христиан Многие пострадали за Христа И среди них была Татьяна Бесчеловечным мучением предавали юную деву Но она не поколебалась в вере И осталась верной Христу Более того, сила благодати была такова в самых мучениях Что те, кто казнили ее, терзали тело Юная, девическая, чистая Видя славу Божию Не столько даже крепость духа этой юной мученицы Сколько славу Божию Потому что явились ангелы и защитили ее Они уверовали во Христа и отдали свою жизнь тоже за спасителя Вот такова была сила благодати Когда даже самые мучители обретали веру Тогда, когда они по велениям бесчеловечного владыки, мучителя, императора Были принуждаемы служить орудием казни Святая мученица Татьяна действительно стала для многих русских женщин Примером жизни Почему мы говорим об этом? Да потому что на Руси женская доля была всегда очень важной Со времен Некрасова разночинцев, революционных движений Стало принято говорить о несчастной доле русской женщины На самом деле это не так На самом деле на Руси, на Святой Руси Христианство подняло роль женщины на великую высоту На недосягаемую для языческого мира высоту Потому что сама история свидетельствует о том Кто научил начаткам веры святого равноапостольного Константина Создателя первой христианской державы, империи Его мать Кто научил и привел к вере святого крестителя Руси Великого князя Владимира Тоже его мать Святая Ольга Она показала путь, так же как и Елена в свое время Равноапостольному Константину Мы видим В жизни нашего Отечества Что именно женщины Беззаветно Служили Богу И сохранили веру Даже в нашей северной земле Эта истина абсолютно не приложена Бабушки, матери Учили своих сыновей в вере А провожая на войну Они молились за них Зашивали крестики Гимнастерки Зашивали пояса с молитвой 90-го псалма Живые в помощи Вышнего И Господь хранил по их молитвам В годы войны Никто иной Да и не только в годы войны И предшествующее лихолетие Гонений на Церковь Христову По очень глубокому слову Патриарха Алексия I Белые платочки Сохранили Спасли Русскую Церковь Эти белые платочки Наши русские женщины Сохранившие в своих сердцах В веру Да и сейчас мы видим в храме Ведь в абсолютном большинстве Не только у нас на севере Везде по Святой Руси И в первопрестольном городе Москве И в селах И в городах Что абсолютное большинство Нашей паства Жены Которые заслуживают Славного имени Мироносец Они хранят Этот мир Христов В своих сердцах И передают И своим мужьям И близким И детям Сохраняя веру И верность Богу Подобно тому Как это мы видим Было В подвиге Святой мученицы Татьяны Мученица Или мученик В греческом языке Передается одним словом Вместе с понятием Свидетель Вот как тогда Святая Татьяна Засвидетельствовала Свою верность Христу Своей любовью Верой Так и сейчас Наши Матери Женщины русские Действительно Свидетельствуют Своей жизнью О том Что хранят Святую Православную Спасительную Веру И в своих сердцах И свидетельствуют Своей жизнью Что они Продолжают Этот возвышенный Святой жребий Который На Руси Восприяла Первой Святая Равноапостольная Ольга И который Очень многие Наши русские Женщины Продолжают Нести Как самое Дорогое Сокровище Божий Дар Мы поздравляем Всех Татьян И их Родственников С этим Очень значительным И важным Праздником Памятью Святой Мученицы Татьян Желаем Крепости Сил Божьей помощи И радости От Христе Иисусе С праздником Продолжение следует...